Мир оттянут людей, причем они четко держат баланс, столько-то Китай, столько-то Япония, столько-то Россия, столько-то Украина, чтобы было такое равновесие. У них же прирост населения, они сейчас за 300 миллионов перевалили, это же не естественный прирост, это же иммиграция. И если вы в Америке на заправках увидите человека, не говорящего ни одного слова, ни одного слова, он не знает даже, там, доброе утро, как сказать, да. Да. И он стоит на заправке, работает, и у него заправляется полицейский, и не спрашивает у него, где ваши документы, потому что известно, что у него никаких документов нет. И таких людей в Америке, это помимо 300 миллионов, по известным оценкам, больше, чем 10 миллионов, 10 миллионов, то есть, которые работают там домохозяйками, на заправках, ну и так далее, да, подсобные, так сказать, рабочие руки. То для меня позиция вот наших, так сказать, парламентариев или вот людей, которые решают эти вопросы и обсуждают эти темы, она совершенно непонятна. Как бы вы оценили такое утверждение? Молодой азербайджанец едет в Россию на заработки. Он не едет в Большой театр смотреть постановки князя Игоря, он едет заработать. Поэтому русский человек в Астрахани, или в Саратове, или в Ростове-Дону, или в Москве, или в Ленинграде, для него просто ходячий банкомат. К нему и отношение такое, как к источнику денег, который, в общем, требует весьма интерфейсных нажатий на нос, на уши, на лоб, на глаза и все. Такой человек не хочет знать ни про Стравинского, ни про Нижинского, и уж тем более про религиозный, этический уклад жизни русского народа. Да или нет? Конечно, да. Потому что, дело в том, что и русские люди, которые, допустим, на базаре торгуют квашеной капустой, тоже Чайковского не слушают. Да, в общем, да. А кто знает. В общем, редко когда. Да, тут, поэтому, ну, то есть, чего ждать? То есть, мы, понимаете, как, когда, если вот страну сравнить с большой компанией, вот, что в большой компании и что в стране важно? Да, надо быть дирижером большого оркестра. И вот, если от каждого ты что-то можешь получить, то есть, если человек приехал сюда, он у вас не требует жилья, да? Не требует. Не требует жилья. Он уже где-то работает. Уже где-то работает. Ну, раз он здесь-то, ну, конечно. Раз он здесь, да? Он не требует жилья и где-то работает. Значит, это, во-первых, рабочие руки. Во-вторых, вы подумайте, как вы с него можете получить какие-то деньги. Понимаете, вот то, что сравнивают, а вот посмотрите, что произошло в Париже, посмотрите, что произошло в Лондоне. Так вот, Париж и Лондон, это как раз перспектива Российской Федерации, если Дальний Восток займут китайцы. В хорошем смысле этого слова. То есть, не займут путем агрессии, а заселят. Вот это будет Париж и Лондон. А пока сюда приезжают люди, родители которых учились в советских школах, которые ментально готовы, понимаете, они ментально готовы, с этим бороться не надо, с этим глупо бороться. То есть, китайской грузии мы должны противопоставить возможность расселения бывших жителей СССР по территории? Конечно. Хорошо, давайте возьмем другую глобальную проблему. Тоже замешанную, не знаю, на неприятии или на ненависти. Вот то, о чем мы говорили в самом начале. Воспитанная пролетарским государством, классовая ненависть к богатым. Она сейчас утихает? Или она продолжается? Нет, она не будет утихать очень долго. И, вы понимаете, допустим, если вы, когда вы бываете там в развитых странах, вы часто можете рядом увидеть совершенно такой простецкой обстановки, очень богатого, серьезного там и финансового, и может быть в политическом смысле этого слова, да? Человека, который просто запросто общается и так далее. У него нет этого показного потребления. Да, да, да. И снобизма. Да, и снобизма. И поэтому нету вот такой классовой неприязни. У нас это как бы сложно пока. Я не знаю, с чем это связано, но это есть с одной стороны. С другой стороны, есть неустроенность, необеспеченность людей. И вот это классовое расстояние, оно не может не вызывать негативного отношения. Не может просто по определению. Или должны быть какие-то генетически запрограммированные новые люди, которые должны с этим смириться. Но с этим смириться... Этот эксперимент в СССР провалился с другими людьми. Давайте подключим к нашей беседе еще одного человека. Николай Усков рассуждает по богатых. Послушаем его мнение. Я считаю, что богатых не любят, потому что мало культуры, потому что не умеют уважать чужой труд, потому что подспудно считают чужой успех кражей, успех у меня. Богатые всегда люди разные, так же, как и бедные, да, бывают разными людьми. Есть хорошие богатые, есть плохие богатые, есть воры, есть коррупционеры, есть бесчестные люди. Но можно подумать, среди бедных градации человеческих пороков какие-то иные. Они везде одинаковые, да. Один украл завод, другой свинчивает каждый день лампочку в подъезде. С точки зрения Евангелия оба грешники. И в равной степени грешники. Мне кажется, что деньги – это, безусловно, добро. Деньги вообще побеждают очень много неприятностей в нашей жизни. Реально могут помогать другим людям, реально делают счастливыми. Спасают жизни, да вообще позволяют хотя бы свою жизнь не профукать. Провести ее с пользой, с интересом, с толком. И реализовав те возможности, которые тебе дала твоя работа или твой личный успех. Мне кажется, что не любить деньги – пошло. Деньги нужны, всем нужны. Это вещь очень полезная. Это отличное средство для того, чтобы сделать мир лучше. В том числе, собственный мир. Частично я мог бы согласиться. Но, в принципе, есть такая немною сказанная, повторяю, кого-то. Деньги, которые у вас есть, они делают вас свободными. Свободным деньги, которые вы хотите заработать, делают вас рабом. Я хотел бы вернуться к следующему. К тому, что, к сожалению, в менталитете, в сознании наших сограждан нет понимания того, что можно построить бизнес на трудолюбии. Мы понимаем так, что в крайнем случае на везении повезло. В нужный момент скачал на нужную подножку нужного трамвая. Либо срастил себя с властью. У нее знакомый министр, господи, неужели он концессию не даст? Либо срастил себя, не знаю, с банкирами, у которых просто денег много. Вот, может быть, в чем дело. Без сращивания бизнеса с властью, с властными структурами, с правоохранителями какими-то органами, с банковской деятельностью можно вообще выплыть в это море бизнеса или нет? Вы знаете, вот мне это сейчас сказать сложно. Объясню почему. Дело в том, что если бы я сейчас находился в процессе выплывания, то я бы сталкивался с теми проблемами, о которых вы говорите, о которых я слышу. Я слышу там, здесь, все вот такие проблемы. Дело в том, что когда находишься в такой позиции, как у меня, когда, ну, создано, ну, все, что создано, не буду сейчас в рамках передачи. Гомиостат это называется. Система сама себя поддерживает на орбите. Это, во-первых. Во-вторых, если бы я создал, допустим, какую-то, построил какую-то трубу, которую можно перекрыть, или скважина, да, которая может принадлежать тебе или может не принадлежать, это один вопрос. Но когда ты создаешь то, что всеми востребовано, и, в общем-то, это входит в народно-хозяйственные интересы страны, и, в общем-то, то, что это нужно стране, и это всем понятно, то есть бороться еще с этим, это было бы совсем такой... Зачем бороться? Можно просто отобрать. Ну, я думаю, что такая мысль даже у нас в стране никому в голову не придет. Отобрать это, понимаете, как... Отобрать... Обычно отбирают, знаете, что? Отбирают то, что не ты создавал. Вот это отбирается. И это отбирается именно вот с этим подсознанием, имея это в виду, что не ты же это создавал. Ну, ты это как-то присвоил. Вот мы сейчас там через рейдерский захват и так далее, мы это как-то отберем. А когда все создано, так сказать, с нуля и доведено до этой точки, и, в общем-то, а как вы это отберете? Даже самому, я думаю, страшному рейдеру с таким, с отмороженной психикой даже не придет в голову, что это можно как-то отобрать. Самое главное, если система-то как раз базируется на людях, а люди – это самая трудноуловимая стихия. Это очень интересная штука. А знаете, вот еще тоже, Расскан Андреевич, мне кажется, что все, что мы сейчас будем требовать от нашей великой Родины с вами, ну, я сейчас под Родиной понимаю бывший СССР, все обречено на провал. Нам нужно подождать 30 лет. Почему? То есть, ну, а чего не 30? Когда родится другое поколение? Потому что все от семьи в городе Баку. Вот с Колей-то, у Сколы, находясь недавно в гостях, мы шли по прекрасно сделанному подземному переходу, который сделан из мрамора, бронзы, все как нужно. Главное, он еще поддерживается в порядке. Идет человек, наверное, из сельского района какого-нибудь, съел мороженое и швырнул прямо на пол. Сзади этого человека идет 10-12-летняя девочка. Наверное, вот она-то как раз Бакинка. Ни слова не говоря о этой деревенщине. Она нагибается, поднимает обертку и кидает в урну. При этом мы понимаем, что урна везде стоит. Ага. Вот что главное. Не в том дело, что некто кинул бумажку. Не в том дело, что кто-то распил. А в том дело, что идет у него за плечами маленькая девочка, которой уже это не безразлично. Вот почему крайне важен Эмин Агаларов. Этот человек, которого я очень уважаю, мы приятельствуем, я надеюсь, взаимно. Ну, во-первых, мы любим музыку. Этот человек хорошо образован. А, по-моему, у него Нью-Йоркское, что ли, образование экономическое. Так он там не остался, а приехал. И в-третьих, это очень воспитанный человек. Например, когда мы впервые познакомились, Эмин, молодой барин, наследник всей папиной империи, наклонил голову и с достоинством пропустил меня вперед. Ну, пропустил, не пропустил. Я же уже дедушка. Нет, не в этом дело. А мы не видели, что ли, как детки эти папины и мамины стоят на этих, на приступочках престижных вузов, курят и, значит, демонстрируют радиаторы блестящие своих автомашин. Какой там наклонять голову и пропускать, каких бы то ни было там прописаров. Давайте послушаем еще одного человека, который рассуждает на сходную с нашим другим тему про золотую молодежь, рассуждает Александр Никон. Вообще нет ничего страшнее, чем золотая молодежь. Еще Горький говорил, что русские купцы в третьем поколении, они ни на что не годятся. То есть вот дед, вырвавшийся из нищеты, сделал состояние, зубами рвал окружающее пространство и накопил. Его сын, который еще видел, как это достается, да, он какую-то хватку и сметку еще проявляет. А вот внук, который не видел ужасов, не видел нищеты и прожил всю свою жизнь в достатке, вот он абсолютная размазня. Ведь что формирует личность? Ограничение. Поэтому дети, которые прожили всю жизнь, знаете, в очень хороших условиях, которые, более того, которые видели, что они живут хорошо, лучше, чем многие остальные, это им не только кружит голову, но и просто деформирует характер. Из них не получается ничего в личностном смысле. Ибо нет вот того главного, что формирует личность, кнута. И примером тому является вся практически нынешняя золотая молодежь. Александр Никонов, 48 лет, публицист, журналист. Как угодно можно реагировать на его резкие высказания. Автор не обижается. Он, в принципе, сказал же общую тенденцию. Такое есть. Он абсолютно прав, и тут спорить сложно. Ну, допустим, в моем случае, может быть, здесь какая-то череда совпадений. То есть, вот я в неполных 14 потерял отца, и, в общем-то, почувствовал, как резко поменялась жизнь. Я понял, что к этой серьезной большой жизни надо серьезно готовиться. Не все так просто. И когда Эмину исполнилось 13 лет, и когда я понял, что если он останется дальше в Москве, тем более это было начало 90-х, ничего хорошего из этого не получится, я его отправил в такой швейцарский концлагерь под названием «Розенберг». Да. То есть, когда я его привез в эту школу, меня выгнали ровно через 5 минут. Звонить мог только он. Там детям звонить нельзя. И денег в школу передавать тоже нельзя. Да, я именно, честно говоря, припоминая о том, как воспитывался отец, что ему особо денег тоже не давали. Он, в общем-то, сам добровольно отказался, так сказать, от финансовой поддержки. И он, в общем-то, прошел такую суровую, если так можно выразиться, немецко-швейцарскую, потому что такая с немецким уклоном была школа, но они образование получали на английском языке, но достаточно жесткая школа была, с суровыми условиями, комната без удобств. Вот, мало того, они на этаже, плюс, насколько мне память не изменяет, вообще там не было даже отопления, даже зимой. Хотя в Швейцарии не очень холодно. Ну, понятно, что это люди, слушая меня из глубинки, думают, вот отправил ребенка в Швейцарию, подумаешь, что он... Мама-то что говорила? Мама-то как это все вынесла? Ее сердце-то материлось. Ну, неважно, куда ты отправляешь ребенка, ты понимаешь, что ты, в общем-то, сына отправляешь, и ты лишаешь себя возможности с ним общаться, получать удовольствие от того, как он подрастает на своих глазах. А потом была Америка, в которой он тоже, по сути дела, был в определенном смысле лишен родительской ласки. И, в общем-то, все привело к тому, что он уже достаточно в молодом возрасте пытался работать, открывал там магазины, открыл интернет-магазин. Сам? Сам, да. Без вашей финансовой поддержки? Без всякой моей финансовой поддержки. Приезжал сюда, закупал какие-то там часы командирские, какие-то там жестовские подносы, павлопосадские платки, пуховые оренбургские платки, там возил, выставлял на интернет, и там все это достаточно. Кстати, было тогда, в начале, получается, это конец 90-х, это еще было востребовано. То есть Россия была у всех на слуху, и все, что отсюда, так сказать, поступало туда, в общем-то, было всем интересно. Но потом, когда он приехал в Москву, я так попросил его помочь мне, так мягко говоря, чтобы у него мыслей не было. Он был настроен на то, чтобы делать абсолютно самостоятельный бизнес. Как вы сказали еще раз, вы ему сказали? Надо мне помочь. Помочь. Просто папе помочь. Вы обращались не к сыну, а к человеку с высшим, фундаментальным экономическим образованием, полученным в Америке и в Швейцарии. Естественно, у него был настроен на то, что он этого делать не будет, но когда он, ну, говорит, ладно, посмотрим. И он пришел на работу, я собрал директоров магазинов, и его представил как руководителя. Ему было неполно 22 года. И, в общем-то, потом я вообще не вмешивался. Вообще. То есть никогда не говорил ни одного, не то что там совета, или там замечания, а вообще ничего. Кстати, этому мне научил мой отец. Потому что он и никогда не делал никаких замечаний. И вот это ценно, понимаете? Вот то, что... Потому что когда ребенка все время отдергивают, не делай туда, не ходи, это не делай там, не стой, вот это беспроводно звонит, корректирует что-то. Родители в определенном возрасте начинают вызывать у ребенка, ну, если не негатив, то какое-то раздражение. Опять позвонил, что он от меня хочет, там, и так далее. А когда все это очень дозировано, то есть я надеюсь на то, что у своих детей я аллергии вызывать не буду. А можно ли так, например, размышлять? Совершенно бессмысленно отдергивать, читать нотации, или еще что-нибудь в этом роде, потому что любое воспитание делается только одним. Твой ребенок будет только таким, каким являешься ты сам. Если ты малообразованный, прохиндей, который вообще то, кто и делает, что интересуется незаработанными пока деньгами, как бы ты ни старался привлечь ребенка к чтению Достоевского, ни черта он там не выучит, даже если откроет книжку. Говорят, что у каждого миллиардера, миллионера российского есть страна на черный день. Ну, понимаете, как страна на черный день, страна про запас. Я думаю, что сегодня это такое заблуждение. Сегодня ни для кого не может быть никакой страны. С учетом глобализации, с учетом того, что все везде известно, то есть страны на черный день быть не может. Но если, конечно, есть талантливые люди, просят политические убежища, застревают в Лондонах или каких-то таких странах, но это, я думаю, что единичные примеры, их не так на самом деле много. Вы сами об этом не думаете? Абсолютно. Я даже не задумывался на эту тему. Странная штука. Судя по успеху, у нас сидит правильный бизнесмен. Всю дорогу он эти правила опровергает. Сейчас я задам вопрос, наверняка опять я получу неожиданный ответ. Говорят, что богатство приводит к пресыщению. Я не пробовал, но говорят. То есть человек уже ни о чем не мечтает, ему уже ничего не надо. Пусть думает человек, который специально получает деньги из-за устройства праздников, чем таким его удивить. В вас есть еще способность удивляться окружающему миру? Знаете, я думаю, что я тут не оригинален. И из тех, кого я так в личном общении, я еще раз говорю, я ни с кем не дружу, но многих я знаю. Понятно, что мы где-то встречаемся. Я бы вот так не сказал. Потому что обычные нормальные люди. Понятно, что есть определенный антураж. То есть все ездят с какими-то охранами, с машинами, с помощниками и так далее. Потому что это так сложилось в Российской Федерации. И если этого нет, то тут, как было правильно замечено, скажут, что что-то не то. Почему этого нет? Поэтому это антураж с одной стороны. С другой стороны, это удобно. Потому что когда есть рядом люди, которым ты можешь сказать, позвони туда, соединись с тем и так далее. И это все создает ощущение со стороны, что этому же человеку ничего не нужно. Хотя любому, поверьте мне, любому человеку, даже президенту страны, любому министру, нужно обычное человеческое общение, нормальное отношение в семье, абсолютно нормальные, потому что все, в общем-то, более ли или менее нормальные люди. Поэтому это иногда вот эти гротесковые формы принимают в фильмах, как-то все это разыгрывается и так далее. Но искусство обязано в гипертрофированной форме выражать те недостатки, которые имеют место быть. Хорошо, простой вопрос. О чем вы мечтаете? Вы знаете, как ни странно, я сейчас скажу совершенно банальную вещь, я мечтаю о том, чтобы люди, которые вокруг меня, чтобы они были здоровы, а если человек здоров, все остальное можно, так сказать, приобрести и создать. Я сейчас начинаю задумываться только не потому что я постарел, а я начинаю понимать, что очень ценно и важно здоровье, потому что когда ты просыпаешься и ты понимаешь, что ты здоров, или когда ты просыпаешься и видишь, что у тебя там что-то беспокоит, это вот две большие разницы, даже с точки зрения утра, которое начинается. Поэтому очень важно здоровье все-таки, за ним надо следить. Мне здорово говорят, было бы здоровье, остальное купим. Дмитрий Александрович. Это потому так, что Арас Искандерович, конечно, понимает, что из всех проблем, какими мы награждены ежедневно, чем больше человек делает в жизни, тем больше проблем он ежедневно решает. Самое по-настоящему существенное в том состоит, что все мы когда-нибудь умрем. И вот эти симптомы, покалывания в носу хотя бы, нас беспокоят по утрам, потому что, в общем, это уже отдаленный звук индейских барабанов. В общем, здесь оптимизма-то мало, это, в общем, произойдет. Но! Знаете, ну так как это все равно произойдет, ну что теперь делать? Но мало кто из нас в состоянии похвастаться или хотя бы подумать за минуту, что, в общем, после нас такое, что на земле-то остается. Помимо, конечно, детей и внуков, но не каждый из нас может ими похвастаться. Вот. А Господин Агалару есть о чем с гордостью подумать. Это очень не скоро произойдет, но, знаете, я вас обрадую, это все равно произойдет, и со мной, и с вами. Но в отличие от многих из нас, у вас будет счастливая минута сказать себе с полным правом, после меня на этой земле остается кое-что. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Нашу передачу сегодняшнюю можно было назвать «Бизнесмен с человеческим лицом». Мне кажется так. Дмитрий Дебров, Александр Карлов сегодня временно доступен, Араса Говоров. Спасибо. А я бы хотел спросить, например, а вот если бы сегодня начинали, не тогда, в 90-е, когда было все-таки больше возможностей, да, и законодательство непонятно, сегодня взялись бы за это. Вот, представьте. Я бы взялся, да, да. Вам сейчас 30, и за душой ни копейки. Обязались бы, вы взялись бы за это. Да. У меня просто, так сказать, характер такой, я бы на службу не пошел бы никуда. Спасибо большое. Микрофункт, Арс. Да. Сейчас все полностью, конечно, поменялось, потому что интернет достиг высокой степени развития. Сейчас можно сделать в интернете для стартапов. Конечно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok